Здравствуйте уважаемые друзья! Сегодня мы будем рассаживать ель голубую колючую трехлетку. Сегодня я буду рассаживать, я уже начал ее рассаживать, но сегодня мы рассмотрим как я это делаю и что там нужно для этого, а я все расскажу и все опишу. И с вами Евгений Филимонов как всегда и вы находитесь на канале питомника Хвойный двоек. Я делаю простым способом, ничего тут не приукрашивая, тут у меня ель, переборка сразу идет, тут у нас мелкие и крупные, всякие, поэтому грунт, грунт у нас обычный, ну я года два назад его делал, с песком перемешивал, с войным опадом. Ну и начнем потихоньку. То есть сажаем, берем саженец, можно использовать вот такая штука у меня есть, можно рукой отрывать, просто ставим в землю, присыпаем, присыпаем и придавливаем, но что-то здесь я очень далеко посадил, поэтому я его пересажу. Очень хладнокровно, ничего в этом нету такого страшного и изумительно, там чтобы за ним была такая слежка, тоже не вижу необходимости. Здесь и крупные и мелкие, я сажаю все, но вот их саженец оставим, а эти будем рассаживать. Мочка уже выбивается потихоньку, конечно уже у нас 4 мая, мы только рассаживаем ели, с отправкой посылок всегда затягиваем, получается, что мы рассаживаемся в мае, посеяться, посеяться уже успели, то есть посеяли ель, все что нужно было, пихту, а потом скорее всего видео снимать буду, ну столько времени уходит на все это, вы поверьте, что снимать некогда, я рассаживаю ее примерно 10-10 сантиметров, ну когда как, смотрю если большой сеянец, то подальше я рассажу, если маленький, то поближе рассаживаю, то есть тут, просто, все довольно просто, земля обычная, грунт, песок и хвойный опад, но хвойный опад, практически его не видно, за два года он, ну видно вот, шишки вон, все там есть, здесь мы рассаживаем ель трехлетка, ну если так по-серьезному разобраться, это четырехлетка мелкая просто очень, которая была рассажена, ну она пойдет по цене трехлетки, четырехлетки в следующем году, то есть это будет пятилетка, ну в общем я не хочу вас путать, давайте будем считать, что это трехлетка, трехлетний саженец под ничем не отличается от этого, просто она будет выставлена, как четырехлетняя, ну из каждой почки, из каждой почки, из каждой почки пойдет побег, для этого нам надо, вот так вскапываем корешки, ничего страшного, где можно, там убирайте, где нельзя, бог с ними, пусть остаются, ничего страшного нету, все равно эта елочка попалась нам, вот так где-то примерно рассаживаем, 5-10 сантиметров, вот у меня бак, это корыто, из корыто достаем, из бака вернее, и кладем, там я выкапывал ее, примерно, ну для, для того чтобы, для того чтобы освободить место для посева, на нашем втором участке и главном, я хотел уже здесь дома у себя не сеется, не рассаживаться, но меня заставила, ну да, поэтому будем рассаживаться здесь, ну выбираем конечно саженцы, для начала получше, которые вам даже если пришли, получше выбираемого, затем остальные все, ну где они уродливые, где, ну к вам навряд ли уродливые приходят, где они маленькие, все остальные в конце посадим, в конце отдельно посадим, может быть здесь, может быть в другом месте, то есть для начала надо более-менее равномерную елочку рассадить, будет она VIP у нас, ну сажать мне довольно много, сажать около тысяч штук, сажать я буду один, сам, ну когда без камеры, я конечно намного быстрее сажаю, сейчас приходится еще и комментировать, еще, и стараться побыстрее сажать, корневую волну, все зарыли, придавили, подсыпали, все, все, все вот у вас посажено, рядко, тут потом все польется, обязательно полить, сколько посадили, посадили такой клочок, но здесь уже около 100 штук, посадили такой клочок, залили, завтра если пришли, то уже посадите уже дальше, ну это должно быть залитой обязательно, сейчас пока я это все не рассажу, я конечно же не буду поливать, ель колючая, форма голубая, еще раз вам говорю, что ель колючая, ель голубая, ель глаука, это все одно и то же, что делаем после посадки, после посадки мы ее проливаем очень хорошо, три дня прям заливаем очень хорошо, затем мы берем, сейчас я камеру подниму, итак, что мы делаем после посадки, после посадки мы что делаем, после посадки мы заливаем ее очень хорошо, на три дня заливаем, заливаем так, чтобы вода стояла, три дня заливаем, затем берем на четвертый день корневины поливаем прям с лейки разводим заливаем полностью все потом день не поливаем даем корневину поработать корневин поработает и затем опять начинаем полив ну так чтобы не было сильно постоянно была важная земля не давайте подсохнуть рассаживаем как я и говорил от 5 до 10 сантиметров ну естественно она осенью будет рассаживаться на другое место если будет может останется еще на два на еще одно лето то есть два года тут просидит посмотрим то есть ну я думаю что к весне все равно заберут не очень так весной и выкопать придется здесь у меня полутень солнце заходит вот так и только где-то примерно часа три часа три до часа три уже солнце выходит на пик на пике до пяти но здесь притянение есть хорошее ну как притянение тень я не буду притяните и потому что не вижу смысла в этом рассаживаем все как есть да еще хотел сказать рассказать что у нас творится с youtube каналом с тем же ютубом скорее всего мы переедем на youtube или какую-нибудь другую платформу найдем я еще яндекс дзен не рассматривал ну то есть посмотрим youtube все равно рано или поздно мне кажется или закроется или его наши закроют поэтому тут дело такое мол все что не делать все к лучшему ничего страшного в этом нет подписчики уважаемым переходите и подписывайтесь на телеграм мой канал на youtube я туда буду все видео переносить там они будут размещены там вы можете посмотреть вот такие грядочки я думаю сейчас она по сантиметре сантиметров 10 ну к осени она будет уже сантиметров 25 и довольно пышные ровные елочки будут доской обойти я тоже еще пока не успел ну я думаю к лету я успею и все будет нормально ну на этом уважаемые друзья все с вами был евгений филимонов и питомник хвойный дворик не болейте не переживайте все будет хорошо все у нас в стране будет хорошо всего доброго подписывайтесь на канал до свидания всех благ до свидания и Продолжение следует...